Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, как Ноев Ковчег мог оказаться таким вместительным, что такое огромное количество животных поместилось в нем. Прежде всего мы обратим внимание на книгу «Бытия», 6 глава, 14 стих. Здесь сказано «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». «И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, это 150 метров. Ширина его 50 локтей, это 25 метров. А высота его 30 локтей, это 15 метров. «И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверх, и дверь в ковчеге сделай сбоку его, и устрой в нем нижнее, второе и третье жилища». Итак, мы видим, что ковчег имел нижнее, второе и третье жилища. Это означает, что размер ковчега надо умножить на три раза. Таким образом, три по 150 метров – это настоящий такой современный лайнер. Конечно, ученые говорят, что разных видов животных на планете существует от полумиллиарда до миллиарда. Но не обязательно, что Ной вводил в ковчег именно взрослых животных. И, собственно говоря, Ной никого и не вводил в ковчег. Это Господь привел этих животных. Это могли быть звери, которые недавно только породились, и они были, естественно, менее агрессивны в таком возрасте, и с ними было легче управиться. Все морские животные, естественно, оставались в морях. С другой стороны, есть типы живых существ, которые могли сохраняться в яйцах, даже под водою. Например, птицы откладывают яйца, те же черепахи откладывали яйца. Все это могло оставаться под водой, и это никак бы не повредило бы этим видам, которые таким образом размножаются. И таких немало на самом деле. Если бы в ковчег входили бы взрослые животные, то было бы очень много проблем с ними. Но мановением Божьим могло произойти вот это чудесное явление, когда именно детеныши животных вошли в ковчег. А более развитые животные, более взрослые, следовательно, и более огромные, они погибли в водах потопа. Таким образом, какого-то существенного противоречия здесь мы не наблюдаем с тем, что говорится в Писании. Есть христианские экзегеты, которые говорят даже то, что потоп мог носить локальный характер. И происходить только в той местности, где жили люди. Люди в то время достаточно широко не распространились по планете. Очаг их жизни – это Миспотамия, Африка и южные части Европы. И хотя сказано, что вся земля покрылась водами, но могло иметься в виду то, что та часть земли, на которой обитали люди. Ибо потоп был наказанием за грех людей. И почему должны страдать целые континенты, где тогда и не могло быть людей, потому что процесс расселения занял значительно большее время. Это тоже одно из объяснений, которые допускали и древние экзегеты, допускают и современные экзегеты. Мы видим, что в ковчеге были чистые и нечистые животные. Святые отцы объясняют, в частности, Блаженный Августин, что ковчег – это прообраз церкви. И в церкви есть чистые и нечистые, ибо церковь принимает всех в свое лоно, имея целью всех усовершенствовать, чистых сделать еще более чистыми, нечистых очистить от этой нечистоты. Кстати, экзегеты обращают внимание на то, что нечистые животные не называются грязными животными, а сказано, что они нечистые, то есть отсутствие чистоты. Хотя можно было бы сказать – чистые и грязные. Таким образом, Священное Писание учит нас смягчать те или иные выражения, когда мы разговариваем с людьми, чтобы никого не обидеть, никого не оскорбить. Ковчег – это именно прообраз церкви, и в церкви мы все как бы рождаемся вновь. Я помню, когда я был мальчиком, мне было лет 8-7, я был в Орехозуевской церкви, храм Рождества Божьей Матери, это мой храм, где я и крестился, и вырос в этом храме. Я спал на клиросе, когда после богослужения моя бабушка мыла полы. И вот однажды бабушка говорит – пойдем в Старошку пить чай. Там девочки собрались. Но я заинтересовался девочке, пошел посмотреть. Но я, когда зашел, там были очень взрослые женщины, очень ветхие днями, иначе не скажешь. Я заглянул под стол, там под лавки, никаких девочек не было. Я спросил у бабушки – а где же девочки? Она говорит – так вот они, и указала на этих пожилых женщин. И одна из них сказала – а я и есть девочка, я только 8 лет хожу в храм, до этого не ходила, значит, я 8-летняя. Другая сказала – а мне 15 лет. Другая сказала – а мне совсем мало, где-то год с чем-то. И это действительно так. И если в ковчеге были собраны животные, которые не так давно родились, таким чудесным образом Господь их собрал, это и прообраз того нового рождения, которое предстоит каждому человеку. Рождение свыше. О чем Христос говорит – кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Небесное. Поэтому многое из того, что мы видим в Писании, и те объяснения и столкования, которые нам предлагают отцы церкви, мы должны разуметь аллегорически. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы преподнести нам некий урок и сообщить нам самим некое назидание. Потому что Библия – это не учебник истории, это книга о том, как осуществляется домостроительство нашего спасения. Поэтому каждый образ, каждую метафору мы должны осмысливать именно с этой точки зрения. Спаси Христос, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok